Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, писал Пушкин в поэме Руслана Людмила и наверняка написал бы то же самое о юбилее русского клуба «Будь он здесь». Русские романсы, русские речи, русские мотивы. На торжестве в честь выхода в свет сотого номера журнала все было самое, что ни на есть русское. Не считая, правда, грузинских блюд, от которых ломились праздничные столы. И, пожалуй, самих грузин. Интересно, что аудитория журнала «Русский клуб» — это в основном грузинские читатели. И это говорит президент одноименного культурно-просветительского союза, предмет гордости издания. Самое большое достижение журнала «Русский клуб» — это то, что его основная аудитория — это этнические грузины. Я считаю, что вот это самое большое наше достижение, что его любят грузины, этот журнал. Потому что многие большие грузины, выдающиеся грузины, называют этот журнал одним из самых патриотичных журналов Грузии. Я считаю, что это самое наше большое достижение. Среди гостей торжества были писатели, общественные деятели, политики, герои журнала и просто читатели русского клуба. А их немало. География здания вышла далеко за рамки Грузии. Русский клуб сегодня читают даже на других материках. Читатели наши – это практически весь земной шар, потому что журнал распространяется не только в Грузии, но и в Армении, и в России, и в Азербайджане, и в Украине, и даже в Соединенных Штатах, и даже в Австралии нас читают. А благодаря нашему интернет-порталу нас действительно читают во всем мире, нас любят. И мы очень стараемся сделать все, чтобы это продолжалось. Я очень ждала этого дня, и мне очень приятно, что у меня есть такая возможность наградить русский клуб нашим почетным призом дружбы и любви. Потому что русский клуб построил мост, который невозможно разрушить. Он стоит на дружбе, на любви и на взаимопонимании. Это очень важно. Не пропустил торжество и специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования взаимоотношений с Россией. Дураб Абашидзе лично передал сотрудникам журнала «Русский клуб» поздравления и самые добрые пожелания от главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили. Продекларированная задача русского клуба – всестороннее развитие и укрепление культурных связей между Грузией и Россией. И журнал эту задачу выполняет более чем успешно, говорят его читатели. И журнал, и руководство журнала, и писатели, этнические грузины, этнические русские, азербайджанцы, армяне, которые творят и публикуются в этом журнале, говорят о том, что в Грузии чтят этот великий русский язык, читают и русских классиков, и, естественно, творят на русском языке. Это хороший пример для других стран. На сегодняшний день членами союза «Русский клуб» являются более 5000 людей из разных стран мира, как частные лица, так и целые организации, литература и искусство, образование и наука, спорт и туризм. Союз занимается самыми разными сферами жизни. И журнал «Русский клуб» за 8 лет своего существования успел доказать, что играет в этом одну из ведущих ролей. Софета Драдзе, Александр Габеля, Итоги, ТВ3.